В Орленке прошел слет команд школьного инициативного бюджетирования, сокращенно ШКИП. Участники, школьники и педагоги российских школ и гимназий. Это первый подобный слет в стране. За 21 день в Орленке старшеклассники из 8 регионов разработали проекты школьного инициативного бюджетирования. Лучший получит грант на реализацию в размере 200 тысяч рублей. Наша съемочная группа следила за ходом слета. Среди участников программы около 150 детей со всей России. Ребят учат распределять бюджет в школьных сообществах разного уровня. Это администрации, педагоги, родители и ученики. Участники делятся на инициативные группы. Они предлагают различные способы благоустройства с закупками, бизнес-идеи, разрабатывают проекты. Это школьное инициативное бюджетирование или патисципаторное бюджетирование, как его во всем мире называют, уже известно в целом ряде стран. В нашей стране с 2017 года появились первые практики в регионах. И мы решили, что пора, пришло время собрать весь тот опыт, который сегодня в России накоплен, и попробовать предложить некую более общую методологию реализации школьного инициативного бюджетирования, с тем, чтобы это стало после апробации предметом и достоянием всех школ в России. Свои бизнес-идеи ребята предлагают в деловой игре от Центра инициативного бюджетирования «НЕФИ Минфина России». Орлята в рабочих группах создают и презентуют свои проекты по улучшению Всероссийского детского центра «Орленок». Специалисты программы сразу дают обратную связь, а вопросы других участников помогают скорректировать проект. Это помогает очень сильно, потому что сами по себе мы мало что можем сделать. И прямого участия в решении проблем нет. Нас только направляют, и это нам и без того хорошо помогает. В рамках слёта стартует дополнительная программа повышения квалификации для взрослых. В ней задействованы 46 педагогов из 9 регионов России. 72 часа включают лекции, самостоятельные работы и знакомства с образовательными возможностями «Орленка». Мы чётко теперь знаем и имеем представление о том, что такое школьное инициативное бюджетирование. Как взрослые и как дети, поскольку мы смогли участвовать в этом процессе и в роли детей. Теперь мы точно знаем, как вовлечь в эту работу детей, как их идеи воплотить в проекты, как направить и чем помочь. Пять лучших школьных проектов, которые прошли финал по итогам экспертного совета, мальчишки и девчонки презентуют в Орлядском дворце культуры и спорта. Каждый из них направлен на улучшение территории детского центра. Так старшеклассники предлагают создать доступный интерактивный музей истории «Орленка», комнату тишины для уединения ребят, новый мерч для слёта «Шкип» в детском центре, купол «Звёздная роща» для командных дел. Победители определяют голосованием. Лучшим становится проект по совершенствованию покрытия волейбольной площадки в Орлядской школе. Команда «Создатель» получит 200 тысяч рублей на его реализацию. Мы выбрали тему «Спортивное покрытие», так как мы сами спортсмены и очень часто занимаемся в спортивных залах разных. Мы приехали на данный момент сюда, нам надо было где-то заниматься. И предложил своим ребятам, которые со мной занимаются, сделать такой хороший проект, как школьное спортивное покрытие для всех школьников и учащихся в Орлёнке. Кроме победителя, все проекты также будут рекомендованы к реализации. По итогам слёта появится Всероссийский совет «ШКИП». Напомним, смена организована на базе Орлёнка в партнёрстве с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России, региональной детской и общественной организацией «Пионеры Башкортостана» и порталом «Моимфинансы.РФ». Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин, Юлия Здоровцева. Телеканал Орлёнок ТВ.